Август, расскажи пожалуйста, с чего начался твой путь сыроедения? Сколько лет ты уже являешься сыроедом? Каков рацион на сегодняшнее время? Приветки! Смотри, мой путь на сыроедение начался как у большинства людей, не у всех, а у большинства с проблем со здоровьем, к сожалению. Я не пришел к этому логически, я не пришел к этому благодаря примеру людей, которые меня окружали, и я не пришел к этому, потому что узнал откуда-то о том, что такая система питания существует. Так произошло, к сожалению, а сейчас я уже говорю к счастью, такое тоже может быть, что мне сейчас 42 года. И к определенному моменту моей жизни, это где-то полтора года назад, вот, по непонятным мне причинам у меня обнаружился ряд проблем, к которым я просто был не готов. И когда я обратился к медицинским специалистам, они определили эти проблемы как хронические, как неизлечимые. И меня это очень озадачило. Почему? Потому что сам стиль и образ жизни, привычки мои, они никогда не были деструктивными, они всегда были позитивными. Я бы сказал так, что, наверное, ни одного дня в своей жизни я не проводил без занятий спортом. Вот так вот. Последние, да, ты понимаешь, последние 13 лет я занимаюсь моржеванием. Вот. И несколько лет своей жизни я был вегетарианцем, причем очень строгим вегетарианцем, не употребляющим ни яйца, ни молоко, ни сыры. И для меня это была полная неожиданность. Я был очень растерян. И, конечно же, я не мог смириться с тем, что придется жить и, как говорят, сейчас учитесь жить с тем, что у вас есть, с теми проблемами. Я начал искать, что мне может помочь. Обращался к разным специалистам, так как я сам имею медицинское образование. Ну, я не искал свое решение нигде, ни в какой иной плоскости, только в области медицины. И, к сожалению, к сожалению, все, что мне говорилось, оно было примерно похоже. Вам придется принимать определенные препараты, приходить в курс лечения и, конечно же, возвращаться к этому через определенный промежуток времени. Вот. Меня это не устроило, безусловно. Но что самое страшное, все специалисты медицинские рекомендовали мне сменить мой стиль и образ жизни, уменьшить нагрузку, да, ты знаешь, отказаться от спорта, поскольку, ну, поэтому есть логические медицинские объяснения, термины, но меня они не устроили. А самое главное, отказаться от моржевания. Замечательно. Хорошие советы от медицинских врачей. Я не стану их, знаешь, как бы особенно ругать. Почему? Потому что люди, с которыми я имел дело, глядя на них, видно и в их внешнем облике, и в образе мыслей, и вообще в той атмосфере, в которой они находятся целыми днями, очень трудно сохранить здоровье, и физическое, и психологическое. Ну, в общем, я начал искать сам. И в какой-то момент, ну, где мы ищем? Сейчас, слава Богу, есть интернет. Вот. Я наткнулся на информацию о том, что существуют люди, которые живут таким образом, что не мешают своему организму самовосстанавливаться. Вот это совершенно прямым, не требующим никаких усилий, кроме понимания путём. Путём того, что они питаются живой растительной пищей. Ну, и, как в принципе оказалось, единственной пищей, пищей, которую можно назвать человеческой. Вот. И я попробовал. Попробовал сразу. У меня был очень сильный стимул. Причём, я считаю, что это самый лучший стимул из всех. Очень много людей приходит к этому, как к моде какой-то, к определённому течению. Вот. Это интересно. Да, можно сказать, что это дань моде, но такие люди очень долго не задерживаются. А я был очень хорошо мотивирован с самого начала. Поэтому начал я с голодания. Так. И я провёл 11 мая 2013 года, я закончил 10 дней голодания и трое суток питания соками. То есть, трое суток я выходил из голодания, после 10 суток, как я отголодал, на соках. Вот. И после этого с 1... Это было голодание на сухую или это было на воде? Нет, это было голодание на воде. Голодание на сухую я не был готов. Скажу тебе, что у меня был опыт голодания в жизни. Я достаточно часто в своё время голодал раз в неделю. Частенько было и по трое суток. И мне всегда это нравилось. Давалось не очень легко, но очень было приятно находиться в процессе. Очень. Ощущение лёгкости, энергии. Но меня очень радовало это состояние. Поэтому я, естественно, решил начать так. И после этого я стал питаться исключительно сырой растительной пищей. Вот то, что называется сыроедение. Хотя термин, я думаю, не всех устраивает. Мне тоже он не очень нравится. Он объясняет многое. Но есть люди, ты знаешь, до сих пор, если они узнают, каким образом я питаюсь, они спрашивают, что же ты кушаешь сырую курицу, сырую, там, не знаю, приводят абсурдные какие-то вопросы. Вот я бы назвал это, скорее, питание живой пищей. И даже живой тоже может вызывать вопросы. Потому что, неужели ты живьём кушаешь каких-то животных. Я бы назвал это питанием естественной, человеческой пищи. То есть разумным питанием. Честно говоря, вот другого термина мне почему-то не приходит в голову. Именно разумным. Потому что, в конце концов, вопрос того, что ты, грубо говоря, положишь внутрь себя, то есть чего ты будешь строить себя, оно больше относится к области разума, чем к области гастрономии. Согласна, абсолютно. Август, ну вот на сегодняшний момент, как ты питаешься, твой рацион питания из чего состоит? Это какие-то смешанные блюда или это уже моносыроедение, естественное питание? Как ты питаешься немножечко об этом? Расскажи. Смотри, я когда начинал, я питался абсолютно, кардинально по-другому, чем я питаюсь сейчас. Когда я начинал, меня мучили приступы так называемого жора постоянно. То есть я очень сильно эволюционирую за это время. У меня есть прекрасная возможность наблюдать себя, наблюдать за собой, за изменениями в себе как в человеке, за изменениями в своём организме. И начало моё было интересным, очень интересным. Почему? Потому что я не мог, для меня это было парадоксом, я не мог наесться. Несмотря на то, что у меня было обилие продуктов, это для меня было странным. Я кушаю, вот я съел банан, допустим, проходит буквально несколько минут, я съедаю ещё один банан, ещё один банан. То есть я мог съесть, допустим, 3-4 банана подряд и не чувствовать насыщения. Буквально через полчаса после этого мне опять хотелось кушать. Вот. И я ел, и ты знаешь, я ел, и я ел и яблоки, и бананы, и апельсины. То есть количество поедаемых продуктов было достаточно большим. И ты знаешь, что я ещё начал практиковать? Я начал кушать смеси орехов. То есть я брал грецкие орехи, я брал мёд, я брал лимон и тёр его на тёрочке вместе с кожурой. Значит так, я брал сухофрукты и размачивал их в воде. Изюм, курага, там огромное количество сухофруктов разных микс. Делал, размачивал в воде, это тоже добавлял туда. Всё это тщательным образом перемешивал. У меня получалась где-то литровая банка такой питательной смеси. Представляешь, мёд, орехи, курага, сухофрукты. Всё это вместе безумно вкусно. Как говорят, полезно. Но я ел этого много. Ты знаешь, вот в литровую банку я мог скушать, сказать тебе честно, это было что-то для меня тоже такое интересное, непонятное. Это было что-то сродни наркотику. Ты понимаешь, вот я съел несколько ложек. Через буквально минуту я опять в этой банке. Опять, опять, опять. Получалось иногда так, что я съедал целую литровую банку, представь себе. В день? Такую мучку за один раз. Ой-ёй-ёй-ёй, сколько жиров вообще там было. Да, очень много. И сахара, ну природного, нормального сахара, но тем не менее. Вот такое со мной происходило. Сдержать себя я не мог. Это было что-то выше меня. Но ел я исключительно то, что входит в рацион человека, питающего сырой растительной пищи. То есть орехи, мёд, я как понимаю, это не было исключено. С тех пор, кстати, скажу тебе, я не имел ни одного срыва. То есть за весь этот период я ни разу не пробовал ни жареную, ни вареную пищу. Несмотря на то, что вокруг меня находились люди, и даже в период голодания, которые жарили, и варили, и варили, ты понимаешь? Это очень важный момент. Вначале я сдерживал себя, но опять же у меня был очень мощный стимул. И я очень хотел бы, конечно, чтобы такого стимула не было у большинства людей, которые к этому приходят. Да, но у меня он был. И это сильно облегчило, как это ни парадоксально, наличие проблем. Вот сейчас ты видишь перед собой человека, который, скажу тебе как резюме, это прозвучит странно, благословляет свои проблемы со здоровьем, которые у него были. Представь себе, я никогда не думал, что скажу когда-нибудь спасибо высшим силам за то, что послали мне такие тяжёлые проблемы и испытания. Благодаря этому я пришёл к тому, как я живу сейчас, и это очень ценно для меня. Расставаться с этим мне абсолютно не хочется. Я очень хотел бы, чтобы так было всю мою оставшуюся жизнь. Я понимаю, что тяжело загадывать наперёд, и мы всё время экспериментируем над собой, что-то вносим, что-то меняем. Но меня настолько устраивает, меня настолько радует и настолько вдохновляет моё нынешнее состояние. Я совершенно по-другому смотрю на мир вокруг, на себя. И моё самочувствие очень-очень хорошее, очень-очень хорошее. Но это я сразу забежал немножко вперёд. Это прекрасно. Знаешь, как говорят, что за проблемами скрываются возможности. То есть не нужно бояться проблем, даже таких, казалось бы, серьёзных, со здоровьем. За ними есть возможности. А вот сейчас, чем ты питаешься, трёхлитровую банку такой вкусноты уже больше не съедаешь. Я надеюсь. Нет, конечно. Я, ты знаешь, потихонечку... Да, и вот потом, буквально, я, хотя я тебе хочу сказать сразу, я очень много занимался и занимаюсь спортом. Мне это очень нравится. Да, замечательно. Вот. Я получаю огромное удовольствие от нахождения на свежем воздухе. Огромное удовольствие от занятий на турнике. То есть собственным весом занятий. Я могу делать это часами. И я делал это часами. Сам во первые дни. Я делал это даже, находясь на голодании. И не прекращал. И не снижал никогда нагрузки. Очень тяжёлые пришлось пройти моменты. Ты знаешь, весь путь, весь путь не был усыпан лепестками роз. Честно тебе скажу. Были моменты, когда было очень тяжело. Были моменты, когда было больно. И я не мог понять, как реагировать, как себя вести. Были моменты, паники откровенные, когда мне хотелось уже потянуться к шкафчику с лекарствами, которые теперь где-то, я тебе скажу, месяца три назад. Я сделал очень интересную вещь. Все лекарства, которые были у меня дома, я подарил людям, которые, ну, в этом нуждаются, пользуются ими. И все просто выгреб. Я всё смотрел и думал, а может быть, мне пригодится это. А может быть, мне пригодится это. Не стоит, наверное, выбрасывать. А вдруг. Почему я тебе скажу, врачи в момент, я скажу, они были достаточно серьёзные. Мне не хочется об этом говорить, к этому возвращаться. Но и не сказать об этом будет тоже неверно. Заставили меня приобрести огромное количество медикаментов. Огромное просто. Достаточно дорогостоящих медикаментов. То есть я имею в виду, у дорогостоящих не в плане, там, несколько долларов за пачку таблеток. Не, хороших, качественных, правильных медикаментов. Непосредственно, ни в коем случае не фальшивых. Понимаешь, да? Счёт шёл на сотни, а то и приближался к тысяче долларов. Можешь себе представить? Какой арсенал. Аккуратность хорошенечко развивалась благодаря этому? Да, конечно. Я сделал серьёзный вклад в это. И я это всё подарил. То есть, смотри, с питанием происходило следующее. Почему я говорю, что я занимался спортом? Это важно. Потому что у меня был большой расход энергии всё-таки. И это было не просто безумное потребление продуктов в угоду своему вкусу и прихотям. Нет. У меня ещё была, я так понимаю, потребность организма. В какой-то момент мне очень понравился чеснок. Я стал его поедать в достаточно больших количествах. Не знаю почему, но чеснок сопровождал меня. Ну, к этому есть масса объяснений, но я не хочу сейчас в них вдаваться. Просто расскажу тебе, как это было. Я стал поедать его очень много. И до сих пор, периодически, с удовольствием, я могу слушать даже головочку чеснока. Я делал салаты. Я ел один вид фруктов после другого. Я мог поесть овощи, после этого опять поесть фрукты. То есть какой-либо системы, по большому счёту, не было. Более того, я считал, ну, каким своего рода подвигом, своего рода подвигом. То, что я держусь именно на этой еде, то, что я ем только овощи, фрукты и полезные такие продукты, как орехи, мёд, и не срываясь, я считал это достаточно значительным шагом самим по себе. Конечно. А питаться такие вещи, как моносыроедение и подобное, они казались мне, ну, какими-то далёкими, неинтересными. Да и зачем, собственно говоря, это нужно? Когда, это же то же самое, ну, какая в этом разница? То есть с течением времени я стал употреблять меньше продуктов. Чуть-чуть ещё времени прошло, и я не захотел употреблять орехи. Ты знаешь, мне стало тяжело. Вот так вот, как ни странно, количество съедаемого мной уменьшилось. И где-то после, я это очень тщательным образом отмечал, где-то после восьми месяцев на сыроедении я стал наедаться. Ты знаешь, мне не захотелось вообще, как бы, кушать много. Мне было достаточно поесть, ну, и всё, и какое-то продолжительное время, в течение часа, двух, мне ничего больше не хотелось, и хватало, чтобы ты просто, как бы, поняла общее время моих занятий спортом в течение дня с удовольствием. То есть небесная пряга составляет от трёх до пяти часов. О, даже так, очень много. Я наслаждаюсь этим, я нахожу на это время, ты знаешь, и это совершенно не проблема. Просто иногда надо немножко раньше встать, вот и всё. Согласна абсолютно, время не успелось. Да, это очень легко. Вот, и ты знаешь, я начал чувствовать, что чем меньше я ем, тем лучше оно усваивается. У меня появилось ощущение вкуса, я понял, что мне абсолютно не необходим салат. И к какому-то моменту это было, ну, где-то, наверное, ближе к десятому, одиннадцатому месяцу сыроедения. Мне вообще хотелось смешивать продукты. Я по-другому стал относиться к самой идее, к самой сути питания. То есть это чем-то необычным. А я это принимал уже абсолютно как естественное и необычное, и странное. Для меня было бы питание иной пищи. То есть я настолько свыгся с этим, настолько прижился в это органически. Понимаешь, что я даже уже, речь о том, чтобы вы хотели что-то, да, вот какие-то вкусы в прошлом разе, возникало желание сесть и надеться в шашлык. Нет-нет-нет, оно ушло, оно было периодически, оно ушло. Ты знаешь, и сейчас я питаюсь раздельно. Я кушаю не больше, чем один вид овощей или фруктов. То есть это моностыение. Да. Вот. Я чувствую себя намного лучше. Намного лучше. То есть сам процесс питания приносит не столько физиологическое, не столько физическое, сколько общее удовольствие. Понимаешь, ты поедаешь, и ты прямо сразу, сразу чувствуешь вот эту энергию, энергетику этих плодов, овощей, которые сливаются с твоей. Да. Сливаются так, что тебе легко, и ты можешь даже, опять же, заниматься спортом практически через несколько минут. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня вот, ты рассказываешь, практически такая же ситуация, да, точно-точно, что же я это чувствовала. Только вот у меня еще был момент голодания, я голодала не сразу при переходе на сыроедение, чуть позже, наверное, это был второй, третий, четвертый месяц. И после голодания трехдневного на сухую у меня замедлился очень сильно обмен веществ, и я начала очень сильно хотеть есть. У меня просто не одна такая я, у меня друзья также после голодания, знаешь, как будто крышу срывает, и начинается жор. Вот у меня был жор, только у меня, слава богу, не тянуло ни на какую вареную еду, тянуло именно на сырую. Много-много-много ела, замедлился очень сильно обмен веществ, то есть накапливание было именно. И где-то вот месяца три-четыре-пять я вот с этим боролась, и вот сейчас уже все, ну, восстановилось, сейчас все замечательно, есть хочется также по-прежнему мало. Вот, поэтому с голоданием я вот всем рекомендую все-таки быть поосторожнее, с сухим особенно, потому что обмен веществ все-таки замедляется, на мой взгляд. Ну, ты знаешь, то, что я понял, все-таки это эксперимент, и это живой эксперимент каждого человека. Мне кажется, что нужно прислушиваться к себе, и питание каждого будет строго индивидуальным. Нет одинаковых людей, нет одинаковых организмов, нет одинаковых потребностей. Мы в очень многом похожи, но даже блестницы имеют разные отпечатки пальцев. Понимаешь, что говорить, если это просто удоры на кушу, а что говорить о внутреннем устройстве? Оно сугубо и индивидуально. Мы на протяжении всей жизни выращивали себя и получили то, что мы есть. И каждый питался по-разному, каждый мыслил по-разному, каждый живет по-разному, каждый в своем ритме строил свой организм. И, безусловно, потребности разные. Но вот еще раз хочу тебе сказать, что и обратиться к тем, кто меня слышит, это вот того стоит. Вот этот переход, эти мучения, ты знаешь, иногда было очень тяжело. Но я вот уже говорил о том, что я сейчас говорю спасибо за то, что со мной произошли такие проблемы со здоровьем. Я также хотел бы поблагодарить тех людей, которые находились рядом со мной и всячески усложняли мою жизнь и переход в этот момент. Почему? Потому что, когда я голодал, жарились котлеты, когда я пытался утихомирить свои приступы непомерный аппетит, рядом сидели люди. И с удовольствием, поглядывая в мою сторону, демонстративно причмокивали, издавали различные звуки и давали комментарии в мой адрес, что ты там до сих пор кушаешь свою траву. Причем я не комментировал то, что едят они. В основном я вызывал раздражение, злобу. Ты знаешь, ведь это очень непросто. У меня упал вес. Мой обычный вес был порядка всегда. Ну, 85-86, близко иногда к 90 килограммам. Не скажу, что я там был прямо там капли жира, там весь в мышцах. Нет. Ну, что-то, может быть, было и не идеально. Но, конечно, я был сложен спортивно. Потому что, ведя такой образ жизни, ну, сложно, очень сложно все-таки не иметь формы хоть какой-то элементарной. И тут вдруг я похудел. О, Боже, кожа обвисла. Мне ведь уже все-таки не 20 лет. Вот, понимаешь? И как-то у черти лица стали совсем старыми. Среди комплиментов, особенно от женщин. Я слышал и такие очень часто, «Боже мой, на кого ты стал похож?» А с Венцем очень часто вспоминали. И другие концентрационные логики. Я благодарен этим людям безмерно, понимаешь? Если бы не их помощь, вряд ли бы я был настолько решителем, честно. И скажу тебе далее, за то время, которое я питался как бы обычной едой, я, наверное, накопил очень много и бомбардировал свое тело лекарствами. Меня обсыпало несколько раз достаточно сильно. Иногда были такие вещи, как было поразительно. Как-то пошел купаться в море и нырнул, и плыл. И вдруг чувствую, я не могу шевелить левой рукой. Мне больно. У меня как будто с меня содрали кожу с левой стороны спины. Я доплыл до берега, вышел и спросил свою дочь. Моя дочка, ей 14 лет. И она находилась рядом, и говорит, доченька, посмотри, что у меня на спине. Она говорит, папа, у тебя... У меня на пол спины практически было огромное красное пятно. Красное. И что это? Ожог в воде, это была чистая, кристально чистая вода. Там не было никаких медуз, ничего. Это было что-то настолько странное. Вот представляешь такое? Я думаю, откуда это? Может быть, аллергия? Ну, откуда? Что? Как? Почему? Это длилось ровно. Но это действительно было жуткое зрелище. Это длилось ровно три минуты. Оно бесследно ушло. И больше никогда не возвращалось. Представь себе, ничего подобного со мной в жизни не происходило. То есть, я сейчас логически делаю какие-то выводы. У меня других объяснений нет. Все, кого я спрашивал, тоже. То есть, единственное, что я могу предположить, что это был вот такой выход какой-то. Ты понимаешь? А как я испугался? Представляешь? А когда ты встаешь, вот у меня был момент, я встаю, и в правом подверии такая тяжелая боль, сильная. Ты знаешь, вот я думаю, боже мой, а что же это? И боль настолько нестерпимая, что надо бы что-то принять. Или ножку там, или еще что-то, чтобы уменьшить это. Я не знаю, и я прилег, и я свернулся калачиком, и оно не проходило. И ты знаешь, ну прошло буквально там минут 10-15, я удержал себя с трудом от приема лекарства, и оно прошло. И такие моменты повторялись несколько раз. То есть, произошли обострения вещей, которые мне были непонятны и страшны даже. Ты знаешь, вот мне тоже очень повезло в том плане, что вокруг не было ни одного человека, живого практикующего, к которому можно было обратиться. Вот. И все приходилось проходить самому. И вот эти страхи, они, ой, они могут все изменить. Ты знаешь, я несколько раз собирался, все, я еду в больницу. Почему? Потому что то, что я чувствую, оно необъяснимо. Вот. Надо что-то делать. Вот сейчас я прозеваю момент, у меня что-то там внутри воспалится, лопнет, прорвется, а потом будет поздно. Ну и, конечно же, конечно же, дружная помощь. Замок говорит. Все, доигрался, доигрался, довел себя, то есть все. И ты знаешь, такое ощущение даже было, что люди говорили это с некоторым удовлетворением. Понимаешь? Ну вот, мы предупреждали, и мы оказались правы. Ура! То, что ты при этом, знаешь, страдаешь, это дело второе. Но главное, теперь-то ты поймешь, вот, как надо жить. Вот. Честно, хочу тебе сказать, вот у меня мама врач. Сестра врач, сестра врач, отец был врачом, имел медицинское образование, вот его, к сожалению, уже нету. И умер он от болезни, неестественной смерти, вот, не от старости, а, к сожалению, намного раньше времени, болезни. Вот. Они все восприняли это без радости, все мои близкие. И что тебе сказать? Объяснить мне им до сих пор ничего не удалось. Что-либо. Даже своей дочери, которую я очень люблю и с тревогой смотрю на многие вещи, мне искренне жаль. Потому что я понимаю, что в какой-то момент, в какой-то момент ей придется избавиться от последствий того, что она творит своим организмом. Вот. Но дабы она меня воспринимала нормально, ненавидела, вот. А был момент, когда к этому уже начинало склоняться, и меня начинали воспринимать как ненормального человека. Многие до сих пор считают, что я ненормальный, как это я кушаю, там, огурчики, помидорчики. Но вот они нормальные люди, они там, у них на тарелочке чья-то рука, нога, там, не знаешь, это нормально. Вот это классно. А я, ну, разве это не вписывается ни в какие рамки. Ты знаешь, Кирилл, я не знаю, по большому счёту, по большому счёту, как находить язык со своими родными и близкими. Всё зависит от родных и близких твоих. Если они не медики, тебе будет проще. Как это ни странно. Если они, понимаешь, не очень умные люди, как многие себя считают. Я говорю здесь умные с определённой долей сарказма, начитанные. Если они как бы ненаучные работники, вот, если они не общаются со специалистами, вот, с ними будет легче. Если это просто нормальные люди, которые тебя поймут, которым ты скажешь, вы знаете, я это сделал. Почему? Потому что я чувствую, что мне так будет легче. Мне нужна ваша помощь, мне нужно ваше понимание и поддержка. Вот. Если они тебя поймут, тебе очень повезло. Вот. Потому что такое и есть. А если всё-таки они будут людьми интеллигентными, образованными, начитанными, особенно работниками медицинской сферы, бедная ты, бедная. Мой совет, что верьте, 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 ребята, в то, что вы делаете. Вам нужен стим. Верьте всё-таки, что всё это приведёт к хорошему результату. Верьте в это. Просто верьте в это. Побольше общайтесь. Если вас не понимают близкие люди, побольше общайтесь с людьми, которые не близкие вам. Побольше общайтесь с позитивными, с хорошими людьми, которые вас понимают. Тогда вам легче будет переносить тех, кто с вами рядом. Как у Агатристи. Знаешь, всегда так будет. Те, кто нас любят, нам режут пылья и гасят свет. Это всё от большой любви. Но пройдёт время. Пройдёт время. Небольшое время. Если, понимаешь, всё позиционировать в позиции сегодняшнего дня, то да, прожить день очень тяжело. Особенно если что-то болит в течение дня. Это день длиной в вечность. Если ты относишься к этому с позиции всей жизни человека, то пройдёт год, пройдёт полтора. Ты увидишь кардинальное изменение отношения. Я вижу, что люди, которые год назад называли меня узником Освенцема и Дахау, сейчас подходят ко мне и говорят, «Вы выглядите прекрасно». Я тогда говорил им спасибо, и я сейчас говорю им спасибо. Ничего не изменилось. Мне не нужно ни ихнего поощрения, я его не принимаю, и мне не нужно их осуждение. Я чувствую сам по себе, у меня есть свой личный опыт, как это. И некоторые даже, представь себе шёпотом, на ушко говорят мне, «Я так думаю, что мне тоже стоит попробовать. Я к тебе ещё обращусь за советом». Говорю, пожалуйста, я отказывать вам не стану, тем более, что перемены произошли. И, понимаешь, перемены, они ведь никогда не происходят самостоятельно. Не бывает такого, что ты вот просто изменил своё питание. У тебя изменится и образ мысли, это естественно. О, это настолько важно. Я бы назвал это даже большим достижением, чем внешние достижения. Я бы назвал это даже большим, чем здоровье. Почему? Потому что это всё следствие, а формирует и здоровье, и внешний вид, твой образ мысли. Почему я называю это разумным питанием? Не потому что я хочу, вот, все называют это помидором, а я назову это с итальянским акцентом, знаешь, этим выделюсь. Или назову это на латыни, и это всё изменит. Нет-нет, это действительно то, к чему я пришёл и сейчас. Я даже стал, как тебе это сказать, пропагандистом. Но это не пропагандист, это что-то иное. Я с удовольствием делюсь с людьми при каждой удобной возможности тем опытом, который мне в жизни посчастливилось иметь. Я пишу книгу, как очень многие люди, я заметил, которые столкнулись с этим в своей жизни, делают. И я даже стал отвечать на вопросы, я стал давать лекции. Имея медицинское образование и ведя дневник наблюдения за собой, у меня есть возможность объяснить очень многие сложные процессы, которые происходят с людьми, помочь и психологически, и конкретным, непосредственным советам, которые относятся к их проблеме. И вот я не сказал, что… Я ведь наблюдался у специалистов всё это время. Мне было очень интересно видеть свои результаты. И что я тебе хочу сказать, 90% неизлечимых заболеваний, неизлечимых, повторюсь, хронических заболеваний полностью и окончательно, без намёка, на какое-либо присутствие исчезли. Их нет. Это не мои заключения, это данные современнейшие, в самой последней диагностике. Это официальные данные, которые я могу предоставить любому желающему. Значит, смотри, некоторыми вещами всё-таки я не стану хвастаться. Ну, по вполне понятным причинам, не хочется мне это. Мне самому странно, как такое могло бы получиться. Но, значит, в какой-то момент я заметил, что у меня стали достаточно тяжело гнуться пальцы. У меня появились какие-то боли в локтях. Было странно, это было странно. И как бы сжимать руки мне стало не так комфортно. То есть у меня появились какие-то ограничения в движении, болезненные. Я люблю приседать, я чувствую, в коленях иногда побаливает. И периодически то появляются, то исчезают боли. И, ну, в общем, в результате такое было заключение медиков полиартрит. Довольно серьёзная штука. Её нет. Что ещё можно сказать? Ну, были нарушения со сном очень серьёзные. Очень серьёзные. Как нарушился режим сна, то есть мне пришлось обращаться к врачам, к невропатологам. То есть были достаточно сложные состояния в этом. Ну, у меня был период очень тяжёлый, стрессовый период. Так совпало в жизни, что всё сложилось воедино. И, честно, не позавидуешь. И мне, конечно, взялись рьяно помогать. И столько, сколько я скушал препаратов. Вот. Ладно, знаешь что? В конце концов, а что я буду маневничать? Да, я расскажу всё, что было. Да, Боже мой, что я делаю? Значит, представляешь, у меня обнаружился геморрой. Блин, применяю немедицинское выражение. Как это? Когда я получил первый звоночек, а он прозвенел, ты знаешь? Вау, я понял. Я понял, что это такое. Я вообще очень многое понял. Ты знаешь, как-то в течение секунды. И самое интересное, что мне предложили с этим быть. Ну да, то есть облегчать это периодически. Причём те вещи, которые я должен был производить с собой, манипуляции, чего там только мне не предлагали. И натуропаты, и те, и те, чтобы облегчить это всё. Ну и более того, как было сказано, оно периодически и постоянно будет возникать, то появляться, то уходить, то появляться. Вот, в общем, это вечная радость. Вот. И я думал, ты знаешь, честно тебе сказать, я думал в первую минуту, что я один такой, что это что-то такое тяжёлое, нехорошее, неприятное, постыдное. То есть я даже когда к врачу пришёл и говорю, вы знаете, я даже не знаю, как себя с этим вести, но вот всё вот так. И я когда узнал, что я не один, что оказывается в моём окружении, а меня окружают люди ещё далеко не старые, и люди с разным достатком, в том числе и с достаточно высоким достатком, тоже достаточно людей, у которых есть эта проблема, и мужчин, и женщин. Ну, женщины там понятно, это роды, знаешь, как бы это всё может быть. Но у мужчин-то, собственно говоря, почему? Когда я узнал, что многие мои друзья годами, я почему-то считал это болезнью пожилого возраста, годами живут с этим и мучаются периодически, я был очень удивлён. Какие-то, да, я проделывал манипуляции, там в начале, знаешь, там физиотерапию всяческую, в общем, ну не суть, не суть. Я избавился от этого. Избавился, ты понимаешь, да, не так вот избавился, как вот раз в месяц мне приходится что-то делать, а потом целый месяц всё опять хорошо. Нет, это ушло. Это ушло. Боже, Боже, какое счастье, ты знаешь, теперь я говорю, что это было. Представь себе, у меня же есть теперь на что опереться, когда мне зайдут, какие доводы. Я говорю, ребята, какие могут быть доводы против, если я избавился хотя бы от одной такой проблемы. От одной. Ничего этого недостаточно. О, Боже мой, какое это счастье. Но оно должно было быть, Кира. Я тебе скажу, оно всё должно было быть. Почему? Потому что без весёлой компании жизнь скучная. Как же можно не отметить что-либо хорошее, плохое, просто как бы в ресторане, как отказаться от этого, от того, от того. И в конце концов, неужели может приносить удовольствие, вот подумай сама, как это можно поесть огурчики и быть счастливым, и быть довольным, если ты… А разве это вкусно? Как вообще вот мой друг встал и сказал, он взял картошку сырую, очень обозрённый на меня, то есть смотрит, что я не страдаю. Понимаешь, не пью там, не ем это всё, по ресторанам не хожу, и не страдаю, наоборот, почему-то ещё больше радуюсь, он взял эту картошку сырую, так положил передо мной, и говорит, а теперь скажи мне, как это можно есть сырым? Каким образом? А я говорю, ну и как, вот я картошку сырую не ем, это необязательно, что кроме этого нечего есть, вот понимаешь? Неужели тебе нравится? Мне не просто нравится, боже мой, моё удовольствие от еды, что-то оно поднялось на совершенно иной, качественно иной уровень, я не просто хожу, я вот действительно наслаждаюсь пищей, наконец-то, боже мой, какая радость, с утра и до вечера, вот я тебе рассказал об одной такой, для многих постыдной вещи, но я понимаю тех, кто страдает, поэтому ничего, ничего страшного, что я об этом рассказал, думаю, друзья, женщины, которые есть вокруг меня и не станут ко мне хуже относиться из-за того, что у меня такое было. Конечно, конечно, как в результате, я понял, почему, потому что приводится очень много доводов и причин, и я тебе скажу, многие из них достаточно существенны, так получилось, что с достаточно раннего возраста я искал всегда путь, как прожить более интересную, более насыщенную, более здоровую и яркую жизнь. И я прошёл через множество увлечений и множество серьёзных жизненных этапов. Я изучаю теологию, философию, психологию, различные религии, в той мере, насколько это доступно моему пониманию, альтернативную медицину, йогу. И я искал всегда путь, который позволит мне прожить более качественно. Вот. И очень часто находил многие техники, психологические техники, физические техники, физиологические техники, которые позволяют менять образ мышления, позволяют менять отношения к жизни, менять интересы жизненные, приоритеты, но всегда мне чего-то, понимаешь, не хватало, и я не могу понять, в чём же дело, почему я не чувствую удовлетворение, понимаешь. И опять же, вот эти все мои трудности и сложности, проблемы со здоровьем, я множество, множество, множество раз благословляю, они дали мне возможность понять себя, проанализировать себя, почувствовать на самом деле кто я, свои слабости, свои страхи. И открыли передо мной совершенно другой мир. Я очень счастлив, и ты знаешь, если бы этого не было в моей жизни, я бы очень-очень-очень много потерял, но я тебе хочу сказать, как и многим людям, все же это удел далеко не у всех. Далеко не у всех. И конечно, я делюсь, может быть, то, о чем я рассказываю, покажется своего рода рекламой. И с одной стороны, и я рассказываю о позитивных моментах, но еще раз подчеркиваю, мне было это очень непросто. У меня просто такой настрой позитивный на все, я хочу верить доброе и хорошее, но пройденный путь очень тяжел. И ты знаешь, мне кажется, вообще это относится в равной части к разуму человека, вот такой переход. И в той же мере, как и к системе питания, к этому нужно быть готовым, и это кардинально изменит вашу жизнь, но нужно быть готовым к трудностям. За хорошее в жизни нужно бороться, нужно быть обязательно готовым, и я считаю, что все-таки это питание для людей третьего тысячелетия. Это любит будущего. В будущем, если оно наступит, я очень хочу, потому что глядя на то, что происходит, шансы есть и у другого варианта, которого бы не хотелось никому. Но процент людей, питающихся разумно, на самом деле очень-очень невелик. Очень невелик. И я еще раз хочу сказать, что процесс достаточно тяжелый, он будет у каждого происходить индивидуально, и людям очень нужна, очень необходима. Само по себе процесс сложный, но если вокруг тебя нет подходящего окружения, если в тяжелую минуту ты не получишь нужного совета, а иногда и квалифицированной помощи и поддержки, этот процесс может прерваться на годы. Это первое. Второе, как человек с медицинским образованием, вот, я им не бравирую здесь сейчас, я просто говорю, что оно у меня есть, вот, и в чем-то все-таки оно нужно, я призываю не отказываться от так огульно, очень многие, я как слышу, вижу, люди рассказывают себе о своем опыте, они становятся в конфронтацию с официальной медициной, не надо, ребята, есть медицина катастроф, есть стоматология, есть бионика, есть хирургия, есть диагностическая медицина, есть очень многие благородные медики, есть среди них и порядочные врачи, то есть все идет где-то, ну, хотел сказать, 50 на 50 совру, конечно, 90 на 10, вот, но эти 10%, они стоят этих остальных 90 много раз, нужно иметь советы поддержку опытного человека и квалифицированного специалиста, будут возникать моменты, которые нуждаются в том, чтобы они были вам объяснены и вам помогли, обязательно нужны консультации с практикующими людьми, они все это прошли, они вам помогут, мне было очень тяжело, но я обрел таким образом опыт, опыт, который мне дает право помогать людям, без этого опыта, я считаю, что это было бы неэтично и неверно, понимаешь, если ты сам не практикуешь и не пережил, то это лицемерие, но обязательно, плюс, у каждого человека свой набор проблем со здоровьем, которые предшествовало, свое состояние организма, и одному нужен один стиль питания все-таки, а другому немножко скриптировать другой, и можно очень сильно помочь в переходном периоде, если грамотно это делать, грамотно, то есть те мучения, которые я прошел, их оказывается, ты представляешь, можно было и не иметь, вот еще, что я понял, вот что интересно, переход может быть сложным, но он может быть безболезненным, переход может быть тяжелым, но в то же самое время в нем могут быть очень многие приятные моменты, очень важно, кто с тобой будет рядом, в этот момент ты очень хорошо познаешь людей рядом, очень, если тебя не понимают друзья, значит, они не друзья, мой вывод, друзья всегда понимают, если твои близкие тебя не поддерживают, ну задумайся, кто ближе тебе, на самом деле, это очень важно, есть такая притча о друге и враге, она утрублива, она по-моему так и называется друг и враг, и речь там о том, что, кстати, очень жизненно, мне очень нравится язык притч, аллегорию, он позволяет передать ситуацию без деталей, но в общем очень емко, там человек, который был осужден на смертную казнь или на вечное заключение, и он бежал, он бежал и вместе с ним как бы бежал его рядом, ну рядом с ним находился его лучший друг и самый страшный враг, и самый страшный враг, он ничего не сказал, а лучший друг ему сказал, ну ты знаешь, зачем вот ты в начале, когда он задумал, зачем ты собираешься, это я своими словами очень, просто мне хочется поделиться этим, оно описывает ситуацию, зачем ты собираешься бежать, ведь тебя же поймают, ты погибнешь, тебя убьют, он говорит, ну а что, если я обречен, что мне терять, так у меня есть хоть малейший, но шанс, нет, не надо, я тебя прошу, а враг только посмеивался и ничего не говорил, ну интересно, что же у тебя получится, как ты погибнешь, той смертью или этой, и он бежал, и вот он бежит, а его лучший друг говорит, остановись, сдайся, погоня близко, остановись, тот нет, а врагу смехается, подбежал он к краю пропасти этот человек, а сзади погоня, что делать, тот говорит, друг, говорит, сдайся, погоня близко, что ты делаешь, и тут он берет досточку, тоненькую, маленькую досточку, и кидает ее на другой край обрывок, то есть ему нужно пройти через пропасть по этой тонкой, 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 тонкой доске, шансов пойти очень мало, друг в ужасе, врагу смехается, ничего не делает, и в последний момент, когда он вступает на эту досточку, чтобы пройти, его лучший друг выхватывает ее, у него из-под ног, не ходи, разобьешься, невозможно пройти по этой тоненькой досточке на тот край, остановись, человек оступается, падает с обрыва вниз и разбивается насмерть, ничего не сказал враг, усмехнулся и дальше пошел, а друг остался рядом и продолжал безутешно горевать о бедном погибшем своем товарища и говорил, ведь предупреждал же я тебя, плохо это закончится, вот эта притча так субурна немножко, но искренне поверь мне рассказана, вот она описывает ситуацию, вот наши друзья, вот наши близкие, я не хочу выступать здесь в роли того человека, который селит распределение, я просто хочу сказать, сказать, что это имеет место быть и выглядит оно именно так, и ваши же близкие, если они честные и порядочные люди, через какое-то время они придут к вам и попросят вас о помощи, не отказывайте им, помогите, поддержите их, если это возможно, но ситуация вот какова. Конечно, как резюмируя то, что ты сказала, быть добру, дай бог, чтобы это помогло людям, и, конечно же, не в качестве ответной благодарности, а совершенно искренне, я хочу тебя поблагодарить, почему, потому что то, что ты делаешь, оно очень важно, понимаешь, мы все проходили эти сложные этапы, и у каждого своя история, но очень важно знать об опыте других людей, и то, что ты делаешь, это на самом деле поистине бесценно, и я тебе от всей души искренне за это тоже благодарен. До новых встреч, пока-ки. Редактор субтитров